Добрый день! Мы из Украины. Я рад приветствовать вас на своем канале. Как всегда, приглашаю подписаться, поставить лайк этому видео, если оно вам понравится, чтобы его могли увидеть как можно больше людей. Ну а мы с вами начинаем очередное видео по оперативной обстановке за прошедшие сутки. И сегодня у нас на календаре 12 января, киевское время, 18 часов. Итак, прежде чем начать оперативную обстановку, отвечу, поднимайте вопрос карты. Вопрос карты технически для меня это сложно. На сегодняшний день это первое. Второе. Карта, на мой взгляд, самая подробная, кстати, которую используют все, даже телевизионные каналы Marathon в Украине и многие блогеры, она в открытом доступе. Это Deep State Map. Карта, которая подробно показывает в динамике с мультипликацией, показывает движение линии фронта за каждые сутки. Вы можете отмотать и посмотреть, в каком положении был фронт. Ставьте в фоновый режим видео с оперативной обстановкой, которую я довожу. Открывайте Deep State Map и смотрите, пожалуйста, сравнивайте с картой и смотрите, как это выглядит графически именно на карте. Ну а мы с вами начинаем оперативную обстановку за прошедшие сутки и она сложилась следующим образом. За прошедшие сутки Россия нанесла 4 ракетных удара по гражданским объектам в городах Лиман и Часов-Яр Донецкой области, 23 авиаудара и 69 огневых ударов реактивными системами залпового огня. Все эти удары проходили в разных местах, кроме указанных ракетных ударов. Угроза авиационных ракетных ударов в России остается высокой по всей территории Украины. Кстати, мы отмечаем, наше военное руководство отмечает, что скорее всего Российская Федерация ведет активную подготовку к очередному массированному ракетному удару, который будет сопровождаться и атакой дронов Камикадзе иранского производства типа Шахет-136. За последние сутки вооруженные силы Украины отбили атаки оккупантов в окрестностях Стельмаховка, Кремена, Луганской области, Красная гора, Подгородная, Бахмут, Клещиевка, Майорск, Первомайская и Первомайская Красногоровка Донецкой области. Продолжаются там ожесточенные бои, но более подробно расскажу по оперативным направлениям. И так у нас север страны, это Волынь, Полесье, Севершнина и Слобожанщина, север и северо-восток, наступательные группировки российских войск формирования не наблюдается. В Белоруссию прибыл из Российской Федерации очередной эшелон с техникой и личным составом. Это опять же на полигон, там где и расположены остальные 10 или 11 тысяч российских военнослужащих, это для обучения и формирования новых подразделений. Мы это отслеживаем, пока это не превращается или не принимает контуры или очертания ударной группировки. По оперативным направлениям Севершина и Слобожанщина, пострадала Сумская и Харьковская область, в основном это были минометные и артиллерийские обстрелы. На Купенском или Сватовском направлении продолжаются позиционные бои, особенно ожесточенные бои идут в районе Кременной, туда переброшенный десант, российский десант, 76-я дивизия, которая воевала на правом берегу реки Днепр, теперь она доукомплектована мобилизованными и теперь она воюет в районе Кременной. Они пытаются встречными атаками сбить темпы наступления или остановить наступление вооруженных сил Украины. Мы потихонечку, потихонечку, еще раз повторяю, продвигаемся в направлении Кременной. Лиманское направление здесь в основном позиционные бои, обмен артиллерийскими ударами, большой активности противник не проявляет. Бахмутское направление, ну вот это самое наше больное место и самое проблемное на сегодняшний день, самый проблемный участок всего фронта. Продолжаются бои в районе Клещевки, противник пытается там продавливать нашу оборону безуспешно. Попытки врага продвинуться в самом Бахмуте в очередной раз потерпели провал, противник понес потери, откатился на исходные рубежи, линия фронта не меняется. Зафиксировано продвижение врага в самом Солидаре, в районе центра и юго-западной окраине Солидара. Там идут, вот центр и юго-западная окраина Солидара, там идут самые ожесточенные бои. Противник имеет частичный успех. Также он пытается давить на Красную гору, населенный пункт, но на сегодняшний день успеха не имел. Авдеевка. Враг собрал силы, провел. Они постоянно, смотрите, вот на Бахмутское и Авдеевское направления, постоянно, и на Кременную, на Сватовское направление, они постоянно подбрасывают резерв. Все, что приезжает, все уходит туда. Техника, вооружение, личный состав, ну вот даже тех же десантников они выцепили, они были на перегруппировке, на доукомплектовании, их уже выцепили, они уже воюют в районе Кременной. То же самое здесь. На Авдеевском направлении враг собрал силы и начал новое наступление на Первомайское. Успеха за прошедшие сутки успеха не имел. Все атаки и попытки атаковать наши позиции были отбиты вооруженными силами Украины. Новопавловское и Запорожское направления и Херсонское направления без изменений. Здесь идут на Новопавловском и Запорожском направления позиционные бои, обмен артиллерийскими ударами. На Херсонском направлении обмен артиллерийскими ударами, позиционных боев там не ведется. Далее, село Радонск, Херсонская область, это юго-восток от Херсона, российские захватчики построили укрепления и сеть траншей с использованием морских контейнеров, которые ранее использовались как полевой госпиталь. То есть, они уже применяют подручные средства. Помните, когда они укрепляли летом Херсон, мы еще гадали, насколько будет тяжело брать. Они вокруг Херсона оборудовали три линии обороны. Три. И туда везли лес кругляк машинами, целые колонны шли для постройки долговременных огневых точек, для постройки блиндажей, укреплений, обшивки окопов и капониров для техники. Также были, помните, завозили туда железобетонные конструкции из Крыма, которые были отлиты в виде бетонных колпаков для долговременных огневых точек. Так что, а здесь они уже используют подручные средства, это просто морские контейнеры, причем, которые раньше использовались в качестве госпиталя, то теперь они используются в качестве укреплений на позициях российских войск. Известно, что во временно оккупированном Крыму объявлен набор наемников для вновь созданных частных военных компаний «Щит» и «Русич». Я так понимаю, что мобилизация не спасла российскую армию. То есть, несмотря на то, что они набрали 300 тысяч мобилизованных, они просто ими восполняют потери. Частично их обучают, частично не обучают, но в любом случае все мобилизованные, их качество говорит о том, что они могут только восполнить потери. И все равно они тут же превратятся в пушечное мясо в плане очередных потерь российской армии на линии фронта. Поэтому, видимо, идет тенденция в российской армии, идет тенденция на создание частных военных компаний. То есть, Россия понимает, что только наемники, мотивированные деньгами, могут представлять собой какую-то военную угрозу для вооруженных сил Украины. Они могут противостоять силам обороны Украины. Поэтому, скорее всего, мы услышали о ЧВК «Вагнер», мы знаем, Пригожин там им командует. Потом в районе Углидара появился ЧВК «Патриот», его соотносят к Министерству обороны, то есть Шойгу. И сейчас, видите, в Крыму, ну, трудно сказать, кто формирует, но, скорее всего, это вооруженные силы формирует. Раз они перешли на такой способ комплектования, ЩИТ и Русич. Посмотрим, как они удастся. Если они будут комплектовать среди тех же мобилизованных, то, в принципе, там просто мотивация будет больше в плане участия в боевых действиях. А качество подготовки оставит желать лучшего. Почему? Потому что тот резерв, который они могли выбрать с боевым опытом и который проходили службу в горячих точках, они уже давно выбрали. За 10 месяцев войны это уже все давно реализовано. И они либо воюют, либо уже ждут отправки домой в черных пластиковых пакетах и рефлижераторных вагонах. В компании приглашаются бывшие военнослужащие и другие сотрудники правоохранительных органов. Приоритет отдается сотрудникам. Очень интересно. Сотрудники правоохранительных органов не имеют даже пехотной подготовки. Я не говорю уже о специальной штурмовой подготовке. То есть они не могут воевать как штурмовики. Это действительно тут... Чтобы хоть как-то привлечь интерес, потенциальным кандидатам обещают высокое денежное содержание. А также то, что они якобы не будут участвовать в боевых действиях на территории Украины. Ага, эти две компании, видимо, они будут использовать их для защиты Крыма. Раз они в Крыму их формируют, значит, скорее всего, это будет защита Крыма. Попытка защитить на армию, надежду, я так понимаю, нету вообще, от слова совсем. Воздушные силы Украины за прошедшие сутки нанесли 20 авиационных ударов по сосредоточению российских войск. Три авиационных удара по зенитно-ракетным системам противника. Украинские защитники сбили один ударный вертолет К-52 и два разведывательных беспилотника типа «Орлан-10». Ракетные войска и артиллерия наши атаковали командный пункт противника. Семь районов сосредоточения войск и техники противника. А также сожгли три склада боеприпасов российских войск. Вот такие вот успехи. Обстановка в Черном и Азовском морях остается без изменений. Ни в Черном, ни в Азовском море на данный момент нет ни одного носителя ракет «Калибр». Они погода штормовая и там находятся по два корабля, которые вот в этом шторме пытаются что-то внести, какое-то дежурство или патрулирование в акватории Черного моря. Ну что ж, вот такие военные новости на сегодняшний день сложились на линии фронта. Как видите, изменений особых нет. Линия фронта в Бахмуте стабилизируется более-менее. В Солидарии пока еще остается ситуация критическая, до конца неясная. Фронт движется. Но тем не менее мы обороняемся. Город, часть города под нашим контролем. Не верьте никаким слухам по поводу того, что Солидар сдан. Что наши войска либо оттуда вышли, либо что российские наемники его захватили. Нет, Солидар сражается, Солидар стоит. Что касается военно-политических новостей. На сегодняшний день надо отметить первое. То, что обыцмены Украины и Российской Федерации договорились про обмен 40 военнопленных. 40 на 40. Я так понимаю, об этом сообщает нам Sky News. Так что готовится в ближайшие дни обмен военнопленными в объеме 40 на 40 человек. Во Львове прошла интересная встреча. Это Люблинский треугольник. Я всегда говорил, что это очень хорошая перспектива. Фактически это может быть как угодно назвать. Балтийско-Черноморский союз, Люблинский треугольник, Восточное крыло НАТО или что-то другое. Но Украина, Польша и Литва подписали общую декларацию прав и намерений о совместном сотрудничестве. Причем там сотрудничество будет во всех сферах. Экономической, финансовой и военной в том числе. Кстати, я обращаю внимание, что у нас есть совместная бригада. Это польско-литовская, украинская. Укрлитполбрик. Над ней есть оперативный штаб, который занимается вопросами взаимодействия. И который, кстати, мы о нем вспоминали в самом начале войны. Про этот штаб он проводит, он постоянно работает и ведет, они делают разбор боевых действий и проводят моделирование ситуаций, которые состоялись на линии фронта. Как бы они могли при других обстоятельствах развиваться. Так что они не сидят сложа руки, они ведут фактически анализ существующих боевых действий. Что может лечь в основу новых методик и тактик организации, планирования и ведения боевых действий. То есть, Люблинский треугольник постепенно набирает обороты и вырисовывается уже в такой, наверное, военно-политический союз. Я думаю, что будет скорее всего военно-политический союз. От Балтики до Черного моря мы будем в единой системе. Кстати, для нас это шаг к коллективной системе безопасности совместно с Польшей и Литвой. И причем практически две страны из трех имеют непосредственную границу с Российской Федерацией. Так что это хорошая перспектива для дальнейшего коллективного сотрудничества в Восточной Европе. В рамках этого заседания Люблинского треугольника Анджей Дуда, президент Польши, пообещал Украине роту танков «Леопард-2» передать. Но потом было уточнение о том, что они передадут эти танки в рамках международной коалиции. Ну, очевидно, имелось в виду, что на заседании в формате «Рамштайн», которое состоится 20 января, через 8 дней, я так понимаю, будет определено количество, сколько всего танков будет передано Украине. И кто, сколько и каких танков передаст Украине. Вот в этих рамках Польша готова выделить нам роту 10 танков «Леопард-2», которые есть на вооружении войска польского. Но не забываем, что передача вооружений согласно международных норм и правил, передача вооружений третьей стороне осуществляется только с разрешения правообладателя на этот вид вооружения. Правообладателем «Леопарда» является Германия. И Германия должна отдать свое согласие на передачу этих танков. Кстати, и сама Германия обещала передать нам эти танки. Кстати, там загуляли где-то, все опять забыли, надо поднимать этот вопрос, потому что он нас очень волнует. До конца года должны были быть переданы три комплекса ИРИСТЕ. Где они? Где они заблудились? В каких дебрях они потерялись? Потому что это наше небо, которое надо закрывать. В том числе это повышение вероятности сбития баллистических, даже баллистических ракет. Пусть небольшое, но оно есть. Это повышение вероятности. Плюс это защита от дронов и крылатых ракет. Так что очень было бы интересно услышать от либо нашего руководства, либо немецкого руководства. Куда? Где эти? Где блукают три комплекса ИРИСТЕ, которые должны были передать немецкие производители до конца 2022 года? Сегодня уже 12 января, АУ. Дальше. Литва тоже отличилась хорошими подарками для Украины. В ходе заседания вот этого Люблинского треугольника Литва, Польша о леопардах сказала, Литва сказала о передаче нам систем ПВО, зенитные системы. Об этом сказал президент Литвы. И это скорее всего будет Л-70, так называемая БОФОР Л-70 система. Это зенитная пушка, которая разрабатывалась после Второй мировой войны. Но на сегодняшний день она имеется на вооружении очень многих стран. До сих пор, кстати, на вооружении. А сейчас, после нашей войны, я думаю, к ним вернутся. Их было выпущено более 6 тысяч, вот этих зенитных пушек. Они устанавливаются на... Она и есть на колесном ходу, то есть на прицепной вариант. Ее таскает буксируемый вариант, точнее, то есть сухопутный. Есть морского базирования эти пушки. И калибр у нее 40 мм, дальность стрельбы до 3 км. И там вопрос в том, что она стреляет не длинными, короткими очередями, либо одиночными выстрелами. Вопрос был кучности стрельбы. Эта пушка очень эффективна для борьбы с такими малоскоростными, низколетящими целями, типа Шахет-136. Так что против дронов это довольно хорошее оружие. И они нам сколько передадут, посмотрим. Но тем не менее... Тем не менее, эта пушка может защитить, закрытно, помочь нам в создании системы против ПВО на тактическом уровне. То же самое, что нам передавали зенитные пулеметы, то же самое, что мы С-60 вытаскивали со складов и устанавливали на позиции. Кстати, у нее максимальная дальность стрельбы в этой пушке может быть 12,5 км. И она имеет в своем арсенале, она имеет осколочно-фугасный снаряд и бронебойно-подкалиберный снаряд. То есть ее можно применять для борьбы с бронированными целями противника. То есть она может бороться еще и с бронетехникой, если ее применять на поле боя не как зенитное орудие, а как скорострельную 40-мм пушку. Так что мы получаем подарки, продолжает поступать вооружение даже вот в таких, я бы сказал, неожиданных местах. Казалось бы, заседание, встреча в формате Люблинский треугольник, тем не менее Польша и Литва понимают важность поставок вооружений в Украину. Укроборонпром отличился. Наконец-то мы слышим. Кстати, напомню, что Укроборонпром так и не выполнил свое обещание за шесть месяцев нам показать новый суперсовременный танк. В октябре месяце истек этот срок. Второе обещание, которое уже... Это из тех обещаний, которые не выполнены в ходе... в ходе одиннадцать, ну уже почти десяти с половиной месяцев этой войны. В апреле они пообещал нам, пан Гусев, это глава Укроборонпрома, танк за шесть месяцев сконструировать супер-супер танк. Нету, танка мы так и не дождались. И до конца 22-го года тот же товарищ Гусев обещал нам беспилотник с дальностью полета тысяча километров. И беспилотника тоже нет, ни в каком варианте. Ну, слава богу, хоть собрались, сорганизовались и наладили производство 152-мм снарядов для нашей артиллерии. И сейчас вот пришло сообщение, что Укроборонпром наладил промышленное производство 82-мм осколочных мин на территории сопредельных государств, не на территории Украины. 82-мм миномет, максимальная дальность до 4,5 километров. Очень хорошее средство, он может быть вносимом варианте, может быть перевозимым. Кстати, вплоть до того, что можно перевозить его и в пикапе. Средство борьбы с пехотой довольно хорошее, тем более, что отмечается за счет применения особых сортов стали количество осколков, которые продуцируют мина во время взрыва увеличено в 2-2,5 раза по сравнению с стандартной миной, которая применялась ранее к минометам 82-х, калибра 82-мм. Минометы эти у нас есть и на складах, и на вооружении. Проблема была с минами. Мы столкнулись с этой проблемой еще в 2014 году. У нас такие организации, которые занимались продажей, типа Укрспецэкспорт, которых уже давно нет. Но тем не менее, мины продавались очень, шли на ура, уходили как горячие пирожки. И в 2014 году мы столкнулись с дефицитом этих мин. Прошло 8 лет, и ура, наконец-то у нас есть производство 82-мм мин. По перебещению по Российской Федерации новость. Вот расследователи по Остин пишет, это расследователь Бенджамин Питет, что они заметили подготовку Бердянского аэродрома для создания новой авиабазы. То есть российские оккупанты в районе Бердянска готовят новую авиабазу. Там уже разместились порядка 17 вертолетов. Это идет на замену Чаплынке. Почему? Потому что Чаплынка сегодня у нас в поле досягаемости реактивных систем Хаймарс. И ее регулярно обстреливают. Как только, помните, говорили с вами, что Чаплынка претендует на перехват Пальмы Первенства от Чернобаевки. Когда-то мы там считали удары по Чернобаевке, теперь мы считаем удары по Чаплынке. Так вот, россияне решили перенести авиабазу в район Бердянска. Далее, Норвегия не забывает о нас. Кстати, Норвегия очень неплохо иногда нам подбрасывает такие хорошие подарки в плане гуманитарной помощи, в плане военной, военно-технической помощи. И еще одна. Норвегия нам передает временные мосты, то есть мостовые конструкции, сборные, стоимость на сумму до 3 миллионов долларов. Норвежские мосты будут установлены на освобожденных территориях Украины. Это быстросборные мосты, но это временные конструкции типа Арковбелли. То есть они подходят для передвижения тяжелых транспортных средств. То есть фуры с гуманитаркой, тяжелая техника, естественно, может проехать по этим конструкциям. Она собирается довольно быстро на черезводные преграды, там где разрушены были стационарные мосты. На сегодняшний день очень хорошее средство, которое и поможет в том числе нашим войскам с подтягиванием тылов и обеспечением наших войск с началом контрнаступательных операций. В 2023 году Соединенные Штаты предоставят Украине небывалую финансовую поддержку для восстановления энергетического сектора. Об этом сказал наш министр энергетики после того, как пообщался в онлайн конференции с заместителем государственного секретаря по энергоресурсам Джеффи Пайетт. Обсудили поддержку нашей страны и Соединенные Штаты заверили, что они предоставят необходимое количество средств для поддержки и восстановления энергетического сектора Украины. Ну кстати, фактически они говорят, вот Джеффри сказал, что поблагодарил за эффективную координацию работы группы международной поддержки Украины в формате G7, плюс энергетический Рамштайн, энергетический, не военный, и помощь в нашей борьбе на энергетическом фронте. Это сообщает нам наш министр энергетики. Так вот, Соединенные Штаты готовы финансировать развитие, восстановление и дальнейшее развитие нашей энергосистемы. Кстати, тут же наш министр энергетики говорил о том, что на сегодняшний день мы не просто восстанавливаем работоспособность нашей энергетической системы, но мы и строим новую систему, по новому принципу, которая будет полностью отличаться от той советской, которая существует у нас на сегодняшний день. Вот такая перспектива развития. А кто-то сомневался, что сюда будут давать инвестиции. Ну раз восстанавливают энергетическую систему, это говорит о том, что будет возможность в Украине развивать и энергоемкие производства, энергоемкие процессы запускать в Украине. Так что очень много желающих, которые будут не переживать инвестиции по восстановлению Украины, будут. Напомню, что Европа там уже не первый вариант строчит плана маршала по восстановлению Украины, по вливанию денег в нашу экономику и в нашу страну на предмет ее восстановления. Как это будет делаться, ну мы посмотрим с учетом нашей коррупции. Я так понимаю, что они, эту борьбу они, наверное, сами проведут, потому как у нас это вызывает всегда очень большие трудности. Вот такие вот военные и военно-политические новости состоялись на сегодняшний день в нашей стране и вокруг нее. Что ж, я по традиции сделаю паузу, у вас есть время подписаться на мой канал для тех, кто еще не подписан, у вас есть возможность поставить лайк этому видео, если оно вам нравится, и через некоторое время мы с вами продолжим. А продолжим мы, как обычно, ответами на те вопросы, которые вы прислали. Первый вопрос сегодняшнего дня. Вчера мы говорили о десятке лучших танков, которые возглавил Леопард II, на который мы очень сильно рассчитываем, вместе с танком Абрамс, американским. Ну а теперь, видимо понравилось, я попросили вопрос следующий. Дякую за информацию. Вы перечислили 10 лучших танков. Вопрос. Перечислите 10 лучших артиллерийских орудий в мире. Спасибо. Ну вот тут я даже сам, как артиллерист, столкнулся с такой интересной проблемой. Действительно проблемой. Почему? Потому что артиллерия очень разношерстная. Она очень широкого спектра действия. Есть артиллерия средней дальности, есть артиллерия, которая ведет огонь прямой наводкой. Есть артиллерия дальнобойная, есть буксируемая, есть самоходная. Самоходная делится на колесную и гусеничную. Ну в результате я решил остановиться на Military Today. Это американское издание, которое именно занимается рейтингами военной техники и вооружения. Вот. И они тут сделали, ну немножко смешанный. Тут есть и колесные варианты, есть и гусеничные варианты. Так вот, согласно Military Today, американского издания, топ-10 артиллерийских систем в мире распределился следующим образом. На 10 месте Швеция с гаубицей Арчер. Несмотря на то, что это самая суперсовременная гаубица, это самая, будем так говорить, она не то, что самая суперсовременная, она последнее слово в артиллерии. Новее, чем Арчер, на сегодняшний день не существует. Но видимо из-за того, что она только принята на вооружение, не имеет боевого опыта, не распространена в мире, соответственно, американское издание отдало ей 10 место в рейтинге. Итак, это начало эксплуатации, написано 2013 год, максимальная скорость до 70 километров в час, радиус боевого применения до 500, то есть запас хода по топливу 500 километров. Ну, естественно, калибр, все гаубицы калибра идут 155, ну, за исключением российских. На 9 месте гаубица М-100С, самоходная. Ну, я бы не писал, тут написано, страна Россия и начало эксплуатации 1989 год. Я бы написал, страна СССР. Максимальная гусеничная, на гусеничном ходу до 60 километров в час, запас хода по топливу до 500 километров. Калибр 152 миллиметра, экипаж 5 человек. Башеного типа, башня обитаемая, имеет полуавтомат заряжания. Далее, на 8 месте у нас Британская, Великобритания с гаубицей образца 93-го года, АС-90. Довольно неплохая гаубица, тоже 155 миллиметров калибр. И мы эту гаубицу еще встретим, то есть ее артиллерийскую часть, ствол этой гаубицы используется в другой современной гаубице, которая воюет сегодня в составе вооруженных сил Украины. Запас хода по топливу 350 километров, калибр 155 миллиметров, максимальная скорость передвижения по шоссе 55 километров в час. Экипаж 5 человек. Следующее, седьмое место в этом рейтинге занимает польская гаубица Краб. Так вот, польский Краб был создан на базе британского АС-90, ствол один и тот же, даже артчасть, можно так сказать, гаубицы, она абсолютно одинаковая. База польская, Польша разработала свою самоходную гусеничную базу. Начало эксплуатации 2012 год, 155 миллиметров калибр, запас хода по топливу 650 километров, максимальная скорость по шоссе до 60 километров в час. Отличается тем, что от Великобритании, от АС-90 отличается большим количеством электроники и более автоматизированными системами определения данных для стрельбы, системой управления огнем. Шестое место в рейтинге занимает М109А7 Паладин. Дело в том, что гаубица М109 только в версии А7 получила название Паладин. Все предыдущие, ну и почему-то всю 109, всю серию 109 называют в народе Паладин. Соединенные Штаты Америки, гаубица 2015 года, запас хода по топливу всего лишь 320 километров, скорость 60 километров в час, гусеничный ход, экипаж 4-5 человек, калибр 155 миллиметров. Далее идет Китай. На пятом месте китайская ПЛЗ-05 гаубица. В 2008 года калибр тоже 155 миллиметров. Кстати, Китай использует натовские калибры, бить и не захотел. Хотя до 2017 года китайская армия была огромное количество образцов советского вооружения. Вы знаете, что у Китая даже есть лицензия на производство автомата Калашникова. И других многих видов вооружения советского образца. Но, тем не менее, Китай принял систему калибров такую же, как в НАТО. Так вот, китайская гаубица 4-5 человек экипаж. Боевой радиус, то есть запас хода по топливу 550 километров. То есть они стандарт выдерживают. Максимальная скорость до 55 километров в час. Далее, четвертое место занимает Япония. Японская самоходная гаубица, опять же, обратите внимание, называется ТИП-99. Ну, это то, что я и говорил, что согласно договору о капитуляции во Второй мировой войне, Япония не имеет права иметь вооруженные силы. Вообще вооруженные силы. Они называют свою армию силы обороны. Поэтому у них нет САУ, у них нет танков, у них есть изделие под названием ТИП. Так вот, ТИП-99. 99-го года начала эксплуатации. Самоходная гаубица. Калибр 155 миллиметров. Запас хода по топливу до 500 километров. Максимальная скорость до 50 километров в час. Экипаж 4 человека. Третье место. Как ни странно, занимает Южная Корея. Я смотрю, Южная Корея в танках и в самоходах, и в артиллерии входит в пятерку, в мировую пятерку лучших образцов вооружения. Корейская гаубица К-9 Тюндер или Тайндер. Ну, с моим английским боюсь ошибиться. Так вот, начало эксплуатации 99-й год. Максимальная скорость 66 километров в час. Калибр 155 миллиметров. Экипаж 5 человек. Запас хода по топливу 480 километров. На втором месте, как ни странно, Соединенные Штаты ставят 2С-35, коалиция СВ. Это уже российская разработка. Ну, скажу так, коалиция СВ. Заявок было очень много. Я понимаю, догадываюсь, почему американцы поставили на второе место. Это глубокая модернизация 2С-19 МСТА-С. Ничего нового Россия не придумала. Даже башня и ствол остались такие же, как на 2С-19. Хотя изначальная задумка была сделать двухствольную гаубицу с двумя стволами, которая, наверное, стреляла как пулемет. Поэтому они поменяли базу и назвали ее коалицией. Добавили там немножко автоматики и электроники по меркам Российской Федерации, как обычно. Это не глубокая технологическая модернизация гаубицы. Это техническая больше модернизация. Начало эксплуатации гаубицы 2015 год. Максимальная скорость 60 км в час. Экипаж 5 человек. Калибр 152 мм. Запас хода по топливу до 500 км. Она, кстати, не получила массовое производство. Хотя была запущена в Сирию. Но на сегодняшний день всего лишь насчитывается несколько десятков. По-моему, если я не ошибаюсь, до 50 единиц в составе Вооруженных сил Российской Федерации. Мы не видели коалицию на сегодняшний день. Она должна была по своему предназначению участвовать в огневых модулях тактического уровня, которые разрабатывала и формировала военная наука Российской Федерации. Мы не увидели ни огневых модулей на линии фронта за 11 месяцев, ни самой гаубицы коалиции. Может быть, где-то и воюют, но, во всяком случае, на сегодняшний день информации о том, что она присутствует в Украине, нет. Видимо, стоит так же, как танк Армата, стоит в боксах. Потому что, может быть, не доработана до конца. Но, тем не менее, по заявленным характеристикам, видите, американские аналитики ставят ее на второе место. И на первом месте, догадайтесь, как я говорил вчера, с первого раза, кто немцы. Панцерхаубица 2000 занимает первое место в рейтинге ТОП-10 артиллерийских систем, в мировом рейтинге. Начало эксплуатации гаубицы 1998 год. Скорость максимальная 60 км в час, гусеничный ход, 5 человек экипажа, калибр 155 мм и запас хода по топливу 420 км. Вот такой вот рейтинг дает американский источник Military Today по ТОП-10 артиллерийских систем в мировом масштабе. Так что, смотрите, есть другие рейтинги, есть рейтинги гусеничных, колесных, я постарался выбрать там, где смешанное. Видите, есть и арчат тут, есть и самоходные. Нет прицепных. Ну, прицепные, скажу так, на сегодняшний день, или буксируемые, правильно я так буду сказать, гаубицы, на сегодняшний день, вот они, скорее всего, на мой взгляд, уходят в прошлое. Почему? Потому что для артиллерии, ну, артиллерия должна быть маневренная. И причем маневренная не только огнем, но и маневренная в прямом смысле этого слова в плане перемещения, в плане смены огневых позиций, в плане готовности к открытию огня. То есть из района ожидания в район неподготовленной огневой позиции. Потому что, как во Вторую мировую войну, ну, вот как я в училище учился, мы учились в инженерном отношении, как в наставлении оборудовать позиции, занимать их и вести огонь с этих позиций. Война показывает, что если ты за три минуты не ушел с позиций, то тебя накрывают. Поэтому, все-таки, наверное, буксируемые галбицы, прицепные буксируемые галбицы уже рейтинги не составляются. Я не нашел его. Вот, видимо, они, вот они, да, не танки, а вот буксируемые галбицы, может быть, доживают свой век. Все-таки маневр, это становится очень главным во главу угла. Ну, а мы с вами идем дальше, и следующий вопрос на сегодняшний день, это такой. В характеристиках переносных противотанковых ракет, Энлао, Дживелин, указывают способность пробития брони 500-800 мм. Прокомментируйте, пожалуйста, зачем закладываются такие большие характеристики, кто видел танк с толщиной брони полметра. Спасибо. Ну, это есть такие танки, это в основном в период между Первой и Второй мировой войной, когда еще броневая, вопрос броневой стали стоял очень, еще не стал так очень остро. Почему? Потому что увеличивали толщину брони, но уперлись в вес. И когда весь танк превысил техническую возможность характеристики двигателя, то есть при необходимом толщине брони двигатель не смог двигать танк с места, вот тогда занялись вопросами улучшения качеств и свойств стали. Но, по старой конструкторской традиции, всегда нужен эквивалент. Правильно? На что опираться? Так вот, эквивалентом бронепробиваемости и эквивалентом бронезащиты стала толщина стандартного стального листа, то есть броневого листа имеется в виду, из типовой броневой стали. И поэтому все меряется, бронепробиваемость меряется в вот таких вот миллиметрах. Когда делают броню, многослойная броня, ее приравнивают, что эта многослойная броня примерно по своим характеристикам равна эквиваленту 800 миллиметрам брони. Так удобнее для конструкторов. Композитная броня 500 или 700 миллиметрам брони. А вот, допустим, броня с объединенным ураном равняется 900 миллиметрам стандартного броневого листа. А те, кто создает противотанковые средства, они наоборот, они берут и проверяют свои средства на стандартном броневом листе. И говорят, что, допустим, гранатомет НЛАУ, это гранатомет, это не ПТРК, может пробить до 500 миллиметров брони. Допустим, РПГ может пробить до 400 миллиметров, РПГ 7 миллиметров брони. Другие средства еще меньше могут пробить, они слабее. А вот, допустим, наша стубна до 800 миллиметров брони может пробить. То есть, это стало конструкторским эквивалентом для создания бронелистов и для создания средств бронепробиваемости, борьбы с бронированными целями. Это точно так же, как мы все время говорим про тротиловый эквивалент. Когда, допустим, мы ведем речь о ядерном вооружении, как понять мощность атомной бомбы? Мы говорим, что эта атомная бомба равняется 20 килотоннам в тротиловом эквиваленте. То есть, ее мощность взрыва будет равна, будет такая же точно, как если бы мы подорвали 20 килотонн, 20 тысяч тонн тротила. Вот, тротил стал эквивалентом в измерении мощности заряда. В бронепробиваемости и в бронезащите миллиметры толщина стандартного бронелиста стала эквивалентом измерения. Добрый день. Недавно в тактико-технических характеристиках танка Абрамс вычитал, что в составе его брони есть обедненный уран. И если с радиоактивным излучением тут ясно, что его почти нету, то что будет с экипажем в случае попадания и поражения танка теми же кумулятивными снарядами? По идее, в таком случае должны образовываться очень токсичные вещества, которые могут, если не убить экипаж, то очень сильно им навредить. Или я что-то не понимаю. Смотрите, вы сначала отдали ответ на свой же вопрос, а потом сказали, что вы что-то не понимаете. Дело в том, что именно уран обедненный. То есть радиоактивное заражение от этого урана, оно минимальное и практически не влияет на здоровье человека. И неважно, это радиоактивные элементы будут распространяться в виде, допустим, испарения в кумулятивной струе и поров, которые там вдохнет, успеют вдохнуть экипаж, если он еще выживет после попадания кумулятивного снаряда. Или, допустим, в составе осколков, которые могут повредить экипаж, находящийся внутри. Кстати, для того, чтобы уменьшить количество осколков, которые может поражать экипаж в случае попадания в танк снаряда, некоторые компании даже наклеивают специальное стекловолокно на внутреннюю сторону. Броня шлифуется. Чем больше она отшлифована, тем меньше ее зернистость. И не меньше формируются осколки. И на поверхности имеется в виду зернистость. Структура брони не меняется. И образования осколков намного меньше. И, соответственно, их разлет тоже намного меньше. Поэтому экипажу нет. От этого урана, объединенного в составе брони, экипажу никакого вреда не будет. Для сравнения, я вам скажу, что врач-рентгенолог в Советском Союзе имел годовую норму облучения 6 рентген. И это считалось нормальным, не приносящим вреда здоровью этому врачу. Так что для экипажа объединенный уран не представляет опасности. Следующий вопрос. Часто в разговорах уделяется повышенное внимание некоторым видам оружия, а также некоторым военным объектам. Например, таким, как ТОС-1А, Санцепёк, станции РЭП, штаб, склад, самолет. И говорится, что их нужно уничтожить первыми. А вопрос такой. Какие цели являются самыми важными на поле боя? Что нужно стараться уничтожить первым? Смотрите, приоритетность поражения целей определяется степенью их угрозы, которую они несут для наших войск. Вот так всегда формируется приоритет. Если это, допустим, стреляющий танк в окопе по нашей пехоте, значит он приоритетная цель. Потому что мы несем потери из-за стрельбы этого танка. Если это, допустим, батальонный район обороны, то в первую очередь надо поражать его огневые средства. Во вторую очередь надо поражать пункты управления средства связи и радиоэлектронной борьбы. Потому что пункты управления и средства связи – это система управления. И руководство батальона знает, что делать в данной обстановке. Докладывает обстановку и получает указания по дальнейшим действиям. РЭП, соответственно, мешает нашим средствам связи нам то же самое получать. Война – это взаимный процесс, в котором одна сторона должна влиять на другую. Какая сторона лучше давит противоположную, та и выигрывает в боевой обстановке. Потом надо уничтожить что? Пункт боепитания. Откуда поставляются патроны, допустим, в первую линию траншеи, откуда берет минометная батарея свои мины и ведет огонь по нашим позициям. То есть степень угрозы, которую несет тот или иной вид вооружения или техники противника, определяет приоритетность уничтожения этих целей. И еще на приоритетность может влиять наличие артиллерии. Если у вас есть штатная артиллерия, то вы сами определяете этот приоритет. Кого первым и как уничтожать. Если у вас приданная артиллерия, то вы можете, но с учетом приоритетности старшего начальника. То есть вам могут дать огневую поддержку, а могут не дать. А если у вас поддерживающая артиллерия, то тогда только старший начальник. Вы можете только запросить поддержку артиллерии, но при наличии, и она у вас будет только при наличии возможности. То есть приоритетность определяете в данном случае не вы. Только штатная артиллерия, там вы можете определять. А сам порядок приоритетности строится в зависимости от угрозы, которую несет та или иная цель. Очень интересно узнать ваше мнение по поводу дронов, которые сбрасывают воги, мины, гранаты на оккупантов. Очень много видео в телеграм-каналах. Интересно, насколько эти дроны помогают нашим ребятам в глобальном плане. И интересно, что на своей линии фронта. Интересно, это на своей линии фронта или только на каких-то участках. Спасибо большое. Насколько я понимаю, вот эти все дроны, которые сбрасывают воги, сбрасывают там бомбочки, это все в большинстве своем, это все волонтерская помощь. Она влияет на ход боевых действий и влияет в том плане, что каждый уничтоженный солдат противника, неважно как он убит или ранен, санитарные потери, они помогают нашим бойцам в плане ведения боевых действий. Нашим бойцам становится легче. Плюс они обеспечивают ведение разведки, параллельное уничтожение личного состава и техники противника. Но это зависит от того, сколько этих дронов есть в этих частях. Насколько я понимаю, в большинстве своем это волонтерская помощь, которую они доставляют на позиции наших защитников, наших сил обороны. И да, любая помощь в этом случае играет позитивную роль в плане облегчения ведения боевых действий для наших вооруженных сил. Кстати, в этом наше преимущество. У Российской Федерации такого распространения дронов в войсках нет. Разведчики, да, у них есть довольно много. А вот ударных дронов у них очень и очень скудно. Чи можно додать мапу, оглядовую мапу боевых действий для более научного разумения ситуации? Я уже ответил на этот вопрос в оперативной обстановке. Сказал, что есть Deep State Map Maps, смотрите. Поэтому вопрос технических встраивания карты в видео для меня проблематичен. Я еще не настолько профессионально владею теми программами, которые это могут сделать. Я только учусь с одной стороны. А с другой стороны, все пользуются одной и той же картой. Поэтому я вам тоже предлагаю. У меня, кстати, в каждом видео есть ссылка на эту карту. Заходите по ссылке, открывайте, смотрите, слушайте в фоновом режиме мое видео. И наочно, в анимационном порядке можете отслеживать ситуацию за каждые сутки, которые мы с вами обговариваем. Доброго времени суток. У меня вопрос. Вот вы сказали, что системы Patriot будут в Украине, но ребят отправили или будут отправлять и обучать только сейчас. Какие тогда системы работают в Украине? Что мы смогли закрыть небо хотя бы на 70%? С уважением. Спасибо за информацию. Привет из Такомы, штат Вашингтон. Но я напомню, что у нас из самых современных систем у нас ИРИСТЕ один комплекс и 4 комплекса НАСАМС. Плюс у нас комплексы С-300, которые пополняли и в том числе и Словакия нам передавала еще дополнительно С-300. И то, что мы подоставали со складов, имеется ввиду зенитной артиллерии, зенитных пулеметов. Соединенные Штаты нам дали 150 пулеметов зенитных. Пушки мы достали зенитные, наши типа С-60, 57-мм поставили на боевое дежурство. То есть мы на сегодняшний день, смотрите, мы, во-первых, то, что сохранили, то, что нам добавили наши страны-партнеры, мы сегодня еще и завязали в единую систему боевого управления ПВО страны. То есть Россия не смогла разрушить полностью нашу систему, мы ее восстановили, завязали. И у нас оборона страны действует в комплексе так, как и должна в нормальном государстве. Единственная наша на сегодняшний день проблема, это нехватка средств поражения и средств разведки. Чем больше плотность средств поражения и средств ведения разведки воздушных целей, тем выше коэффициент поражаемости этих воздушных целей. Есть только специфика по баллистическим ракетам, там надо отдельные комплексы, которые могут бороться с баллистикой, будет бороться Патриот. Поэтому мы с помощью наших партнеров фактически восстановили, после 24 февраля, восстановили систему ПВО страны. И сегодня мы строим глубоко эшелонированную, единую систему обнаружения, оповещения и уничтожения воздушных целей в масштабах нашей страны. Поэтому у нас сегодня такой высокий коэффициент, поэтому у нас сегодня настолько закрыто небо. Но мы, видите, не останавливаемся, мы постоянно просим наших партнеров увеличить помощь, дать нам больше систем ПРО, потому что с ПРО у нас, конечно, мы отстаем, слабенькое ПРО у нас, но ПВО у нас очень сильное. Посмотрите, российские самолеты не летают больше в воздушном пространстве Украины, как это было в марте и апреле прошлого года. Вот именно за счет этого мы и достигаем такой высокой эффективности. Расскажите, будь ласка, что такое фугасная дея боеприпасов? Своими словами. Дивлюсь, я майже кожен ваш выпуск. Дякую за вашу работу, слава Украине, героям слава. Смотрите, существует три вида взрыва, наверное, для любого боеприпаса. Это фугасный взрыв, осколочный, точнее даже два вида. Третий – это разновидность фугасного взрыва. Фугасный взрыв и осколочный взрыв. Чем они отличаются? Фугасный взрыв – это обычно стандартная установка, допустим, для артиллерийских боеприпасов, для авиационных бомб. Так они выходят с завода. И фугасное действие применяется тогда, когда надо ввести в основном огонь на беспокоящий огонь с целью частично уничтожить и повредить. Фугасные взрывы применяются, когда мы действуем в основном на подавление противника. При фугасном взрыве снаряд проникает на небольшую глубину, успевает проникнуть на небольшую глубину и там взрывается. Соответственно, фугасный взрыв, у него взрывная волна направлена вверх в основном, и все осколки в основном идут вверх. Воронка при этом довольно небольшая, неглубокая. Может быть до двух метров, в зависимости от калибра артиллерии. Вот это фугасный. Допустим, если 152-мм снаряд разрывется в метре от танка, на фугасное действие, то он может перевернуть. Средний танк типа Т-34 или Т-55, весом 40-45 тонн, он может его перевернуть. Вот такая мощность фугасного взрыва. Дальше есть разновидность на разрушение. Когда стрельба ведется, задача стрельбы ставится на разрушение. Тогда фугасный взрыватель переводится в положение замедленного действия. И в этом случае снаряд проникает довольно глубоко в землю. Допустим, может проникать, там воронка будет уже 5-6 метров. И задача либо вгрызться в бетон, то есть за счет кинетической энергии пробить бетон и взорваться в толщах бетона. Либо, допустим, если это блиндаж, то даже если он войдет рядом с блиндажом в землю, то взорвавшись он просто взрывной волной уничтожит все, кто находился. И блиндаж сам, и те, кто находился в блиндаже. Это разновидность фугасного взрыва на замедленное действие. Применяется для введения огня на разрушение. Ну и второе отличие, основной вид взрыва это осколочное действие. Осколочный взрыв. Осколочный взрыв это контактный взрыв. Снаряд взрывается, установка взрывателя делается таким образом, что снаряд взрывается при встрече с препятствием. То есть он коснулся земли, сразу же происходит взрыв. Он коснулся техники бронированной. Если техника бронирована, то коснувшись техники происходит взрыв. В этом случае ударная волна распространяется вдоль земли и осколки распространяются вдоль земли. При этом при осколочном взрыве воронки не образуются. Будет там максимум выщерблено ударной волной и осколками до 5-10 сантиметров грунта в зависимости от его плотности. Но зато параллельно, начиная сферически от плоскости земли будут распространяться осколки. Примерно равномерно. Осколки и ударная волна. Соответственно личный состав получает контузии и осколочные ранения. Техника, если она легко бронированная или не бронированная, может получить не бронированную. Уничтожается таким образом, секется осколками. А легко бронированная техника получает определенные повреждения. Бронетехника типа танки, естественно, не боятся. Осколочных разрывов. Почему? Потому что у них максимум, что может выйти в строй, это оптические приборы. Хотя они, как правило, прикрываются бронешторками. Для того, чтобы вот такие осколки их не секли. Поэтому два основных вида – это осколочная и фугасная. Фугасная – это я вам объясню, чем отличается. Доброго вечера. Турбуе таке питание. Отчий не может ворох завдать локального массованного ракетного удара на якийсь из делянок фронту с метою подальшего прорыва наземными силами? Может. Но скажу так, что теоретически может. И, кстати, они пытались привлекать даже комплексы «Точка-У» на сегодняшний день. Но сейчас, насколько я понимаю, у них запасов оказалось не так уже много, этих точек, для того, чтобы наносить вот такие вот массированные ракетные удары по районам обороны наших войск. Поэтому они применяют только артиллерию, в том числе и реактивную, для того, чтобы наносить удары по нашим войскам. Но скажу так, что по переднему краю надо иметь огромное количество артиллерии. Вот в первые месяцы войны, когда Россия применяла тактику огневого вала, практически до осени, тогда это было эффективно. Эффективно в том плане, что можно добраться до пехоты, которая сидит в окопах, и очень тяжело выкурить. Очень, поверьте. И вот то, что Россия там тратила по 40-60 тысяч снарядов в сутки выпускала в начальный период войны, вот они думали, что у них все безразмерное. Вот в этом случае достигается эффективность при таком бешеном расходе снарядов. Но сейчас Россия не может себе позволить таких удовольствий, как нанести массированный ракетный удар. У них, кстати, пробел с тактическими ракетами, их нет. Точка У, я сказал, а на сегодняшний день она уже практически у них... Они пытались ее снять с хранения, потому что она снята с вооружения у них была, с появлением Искандера. Искандер с дальностью 500 километров нецелесообразно бить по позициям наших войск. Он целесообразен по районам сосредоточения живой силы техники противника. И то при более плотном ее расположении. Если она располагается более рассредоточенно, то он уже становится неэффективным. Поэтому теоретически да, практически нет. На сегодняшний день для российской армии это уже невыполнимая задача. Чи плануют боевые машины, а плот у нас поставят на серийное выродниство. То есть, сколько у нас их зараз взагали есть. Я вам давал уже цифру, сколько у нас есть на сегодняшний день танков. А плот, по-моему, если я не ошибаюсь, 52 машины было выпущено, 49 в Таиланде, одна в Соединенных Штатах, одна в составе Вооруженных Сил Украины. Правда, есть источники информации. Эти данные есть в Википедии, можете прочитать. А вот другие источники информации, средств массовой информации дают, что у нас в составе Вооруженных Сил Украины есть 10 танков оплот, боевых машин оплот на базе наших танков. Планирует или нет? Я думаю, что планирует. И в перспективе, если он даже оплот был включен в десятку и замыкал ее, 10 лучших танков мира, то в современном исполнении. То я думаю, что есть смысл пускать его в серийное производство. Но вопрос завода основной танкосборочной в Харькове, что сейчас с городом Харьковом, вы прекрасно знаете. Был ли эвакуирован завод до начала активных боевых действий, я очень сомневаюсь. Судя по тому, как мы готовились к 24 февраля, вообще к войне, то я думаю, что завод вряд ли был эвакуирован. А на сегодняшний день, кстати, я опять, я же сегодня в это самое, как притчу во языцах вспоминал у Короборонпром. И они обещали нам новый танк в апреле, глава у Короборонпрома, ну за 6 месяцев сделать. Но мы его так и не увидели. Поэтому у меня большие сомнения по поводу того, что мы можем сегодня наладить серийное производство оплотов где-то там на другой производственной базе. Поэтому давайте дождемся конца войны и дальше будем решать, где, как и сколько производить танков оплот. Но в любом случае, я думаю, что отечественный танк, это будет намного лучше, чем завязаться с иностранным производством, закупкой самих танков, закупкой запчастей, обучением персонала и закупкой средств для сервисного и технического обслуживания этих танков. Надо делать свое. Нещодавно проскакивала теза щодо того, что при обстреле со стороны Белоруси будь-яким видом уражения по территории Украины ракета-безпилотник Украины нанесе боевое уражение по территории Белоруси из всех огневых возможностей. То есть я правильно понимаю, что, например, если во время учений 16-31 сентября имеется место такой обстрел, будет соответствующая реакция Украины. Завчастно, дякую, слава Украине, слава ЗСУ. Вы знаете, да, я надеюсь на такой вариант, очень надеюсь. И я думаю, я не один такой, что сторонник того, что надо на огонь, надо отвечать огнем. Иначе будут бить, а подставлять щек не хватит для того, чтобы их каждый раз подставлять. Я очень надеюсь, что политическое руководство, наш президент, нашей страны примет такое решение и отдаст такой приказ, что в случае очередного удара со стороны Белоруссии надо наносить ответный удар. Ну, и мы на это очень сильно надеемся. Насколько это будет реализовано на практике, сказать на сегодняшний день очень трудно. Во всяком случае, уже какое-то время мы с вами видим, что со стороны Белоруссии не наносится никаких ударов огневыми средствами по территории Украины. Ну, может быть, в том числе и из-за того, что в Украине бытует такое мнение, оно официально нигде не озвучено, но бытует такое мнение, что в случае нанесения огневого удара со стороны Белоруссии мы дадим ответ со всех стволов, которые у нас имеются. Может быть, так. Но мы на это надеемся и уповаем. Как оно будет реально в жизни, посмотрим. 16 число не за горами, скоро начнутся учения и дальше мы будем наблюдать это в режиме реальной жизни. Ну что ж, вот такие вопросы прозвучали сегодня. Вторую часть нашего видео, ответы на ваши вопросы мы закончим. И у нас остается третья часть, это комментарии, пожелания и приветствия, которые вы прислали, и они сегодня прозвучат. И первым комментарием сегодняшнего видео будет следующее. Китайские коммунисты не переоценили загрозу COVID-19, а будовали для своих граждан медичную диктатуру. Та не все збулося, как хотелося. Наверное, китайцы уже зрозумели, что их чиновники, людей мают за бараньев. Украинцам теж все треба памятаты и розумиты. Вы знаете, насчет медицинской диктатуры я бы, наверное, с вами не совсем согласился. Они просто пытались максимально изолировать наибольшее число людей, не понимая, видимо, не понимая всей степени угрозы. Они пытались ее локализовать. Если вы хотите сказать насчет концлагеря, контроля за населением, то Китай этого давно добился. Не надо им было ковидную диктатуру и так далее, карантинное ограничение. Я был в Китае, вам на личном опыте скажу, что там у них фактически тотальный контроль за населением. Везде и всюду. Программа распознавания лиц работает везде, ловят преступников с помощью искусственного интеллекта. Не надо предъявлять паспорт в отеле, достаточно прийти и возле рецепшена тебе покажут камеру, в которую тебе надо посмотреть. Ты смотришь, там высвечиваются сразу же все твои данные, которые они заполняют при пересечении границы Китая, когда ты въезжаешь в страну. Отслеживается все. Зайти в интернет в Китае невозможно. В тот интернет мировой. Там есть свой китайский интернет. Если ты загружаешь приложение VPN, тебе хватает его максимум на 2-3 минуты, после чего тебя начинают блокировать китайские провайдеры. То есть ты успеваешь только загрузить титульную страницу своего Facebook или других. Их ни одно предложение Windows или Google не работает в Китае. Все у них самостоятельное. Ну вот я приведу пример. С переводчиком мы ездили. Мы из Пекина переехали в Гуанчжоу. Это довольно большое расстояние. И он в течение суток не стал в полиции на учет. Там, если ты переезжаешь из провинции в провинцию, в городе 24 часа, в сельской местности 72 часа, ты должен прийти и встать на временный учет. Он не стал. Его распознала камера, его арестовали прямо в отеле. Он получил 10 суток тюрьмы, мы остались без переводчика. Вот что такое Китай. Это было в 2008 году. Для понимания. Представьте, какой уровень тотальной слежки на сегодняшний день в Китае за каждым гражданином. Причем они даже научились распознавать лица по глазам. Когда в Гонконге начались волнения, протесты, люди одевали маски. А программу усовершенствовали и она по открытой части лица, то есть по глазам, научили распознавать искусственный интеллект, научили распознавать лица. Они стали одевать солнечные очки. Но тем не менее. То есть там это давным-давно тотальный контроль за населением. Привет из города Ванкувера, Канады. На днях общалась с представителями 39-го бригадного корпуса Канады, основа в 1883 году. Члены этой части сейчас находятся на миссии в Прибалтике. Передавайте, пожалуйста, большой привет и слова восхождения и поддержки. Наверное, восхищение, наверное, вы хотели написать. И поддержки всем украинцам и вооруженным силам Украины. Верим в победу и храни вас Бог. Привет из Израиля. Говорят, мы тут ближе к Богу. Ну да, земля же обетованная. Молюсь за многострадальную Украину. Господи, дай сил, мужество, победы Украине. Спаси и сохрани ее героев и население. Верю. Надеюсь. Спасибо за информацию. Слава Украине. Слава ее героям. Держись, Украина. Победа будет за вами, героем слава. У казахов есть такая пословица. Если бить, не переставая, и шайтан сдохнет. Привет из Казахстана. Город Форт Шевченко. А, Форт Шевченко, да. Такой город даже, видите, есть. В Казахстане, оказывается. Здравствуйте. В этом и предыдущем выпуске вы говорили за снятие ограничений по вирусу COVID в Китае. Подтверждаю, что ограничения были сняты только раньше. Примерно на неделю раньше. Так как нахожусь в Китае. Вы верно сказали, что информация здесь ограничена от других. И наоборот. Великое дякую вам за то, что информует нас каждый день. Тому, что украинцам дуже потрібно. Потрібно це у інших краинах свиту. Слава Украине. Ну вот, как раз человек написал из Китаева. По поводу того, какая... Видите, какая там изоляционная политика по информации. Что на вход и на выход информация идет с каким большим опозданием. А еще как фильтруются цензурными органами цензуры. Партийной, скорее всего, цензурой. Витаю зданий. Кожен день дивлюсь и слухаю. Спасибо. Надеюсь, что дождусь, когда уже будет перемога наших войск. Слава Украине. Слава нашим захисникам. Добрый вечер. Слушаю вас из Германии. Спасибо за информацию. Мне понравилось про немецкий зоопарк. Кстати, мардер в переводе означает куница. Вот такое дополнение к зоопарку. Слава Украине. Ну, видите. Значит, видимо, традиции все-таки какие-то существуют. В глубинах Бундесфера называть именами животных вооружение и технику. Привет из Юрмалы. Слава вооруженным силам Украине. Слава Украине. Героям слава. Молюсь за всех вас. Дорогой Олег. В Грузии восхищаются мужеством, смелостью украинцев. Знаем, что ваша победа освободит и нас. Это хорошо понимают все. И потому наши и мужчины и женщины воюют на самых горячих точках Украины. Подтверждение тому то, что среди иностранных легионов в Украине больше всего полегло наших героев. Мы рядом с вами. Наше правительство не в счет. Оно продажное. Спасибо Украине. Слава героям. Да, действительно, очень много представителей Грузии воюют в составе интернационального легиона Украины. Слава Украине. Казахстан с вами. Дуже прошу Ригу та решту небайдужу освіту продовжувати насилати різномалітну сільськогосподарську допомогу героичным бійцям Збройных сил Украины. Слава Украине. Народу слава. Дякую за информацию. А, ну это уже пошли опять вопросы. Ну что ж, на этом я благодарю вас за ваше внимание. То, что вы досмотрели до этого момента. Еще раз приглашаю подписаться на мой канал. Поставить лайк этому видео. Если оно вам понравилось, тогда его смогут увидеть как можно больше людей. Огромное слава благодарности спонсорам и тем, кто поддерживает мой канал. Благодаря вашей помощи у меня есть возможность записывать эти видео и доносить до вас эту информацию. Ну а мы с вами продолжаем верить вооруженным силам Украины. Примога за нами. Слава Украине. Примога за нами.